В Славянске на Кубани стартовала спартакиада трудящихся города под девизом «За единую и здоровую Кубань». 2 марта в спортивном комплексе «Лидер» состоялось торжественное открытие нового спортивного года. В этом году в спартакиаде принимает участие 11 команд. Поприветствовать участников праздника спорта пришел глава городской администрации Александр Берсенев, отметив, что спартакиада трудящихся стала уже доброй традицией, а коллективы, участвующие в спортивных мероприятиях, подают прекрасный пример подрастающему поколению. Это, прежде всего, общение между собой. Я посмотрел, все молодые, красивые, здоровые, да? Поэтому и город у нас спортивный. Лучше всех у нас, вот здесь, соревнования проводятся, пока больше всего в Славянске, на Кубани, в Сталинском районе. Поэтому хочу пожелать вам победы. Спартакиада трудовых коллективов проводится уже 18 лет. В ней принимают участие не профессиональные спортсмены, а работники городских учреждений и организаций самых разных возрастов и профессий. Главное, что их объединяет, это любовь к спорту. Участникам спартакиада необходимо было сдать нормативы ГТО. Спортсмены демонстрировали свои способности в стрельбе, выполняли наклоны на гибкость, прыжки в длину с места, поднимание туловища и с положения лежа. По итогам соревнований среди женщин первое место по сдаче нормативов ГТО заняла команда комбината железобетонных изделий. Среди мужчин лидерами стали представители команды «Магнит». Спартакиада продлится до конца года. Тогда и будет определен победитель. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».